Вопрос. Каково религиозно-правовое решение в отношении человека, который совершил запретное в Ихраме? Совершая запретное, он не знал, что должен совершить для искупления. Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, необходимо отметить здесь, что именно незнание многих паломников, совершающих большое или малое паломничество о нормах совершения обрядов, приводит к совершению запретных действий или исполнению обряда не так, как должно. Можно обнаружить человека, который потратил огромное состояние, особенно если он прибыл из далеких стран, а после потерял награду за совершение паломничества или уменьшил ее из-за незнания обязательных для него норм. А ведь он должен был обучиться нормам совершения обрядов и вопросам, связанных с паломничеством до того, как приступить к его совершению. Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи васалям, сказал, получение знаний является обязанностью каждого мусульманина. Приводится у Ибн Маджих и других. Аль-Албани в Тахриджу Мушкилят иль-Факр сказал, что хадис достоверен. Имам Ахмад сказал, смысл хадиса в том, что мусульманин обязан получать знания о том, в чем он нуждается. Знания о совершении омовения, молитвы, выплаты закята, если он имеет имущество, а также знания о паломничестве и другое. Ибн Абдульбар, Джами Аббайян иль-Ильм. Том 1, страница 52. Аль-Хасан ибн Шаqiq сказал, как-то я спросил Абдуллаха ибн Аль-Мубарака, чему необходимо обучиться людям. Он ответил, необходимо, чтобы человек не приступал к делу, не имея знаний о нем. Он должен спросить и обучиться. Это то, чему необходимо обучиться людям. Аль-Багдади, Аль-Фаqih и Аль-Мутафаqih, страница 45. Имам Аль-Бухари в книге достоверных хадисов Сахих назвал главу, глава о знании, прежде слов и действий. Эти слова не означают, что человек обязан выучить наизусть книгу, посвященную описанию обрядов паломничества. Но мусульманин обязан обучиться тому, что соответствует его положению. Или самостоятельно, если он в состоянии, или посредством вопросов ученым. Или у сопровождающего его человека, который бы каждый раз при необходимости указывал и обучал его нормам совершения обрядов и обязательных действий. Если человек совершил какое-либо из этих действий, не зная, что Всевышний Аллах запретил его в состоянии и храма, то человек не должен совершать искупительных действий. Всевышний сказал, не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах прощающий, милосердный. Сура Аль-Азаб, аят 5. Что же касается тех, кто знал о запретности какого-либо действия в состоянии и храма, но не предполагал, что после этого он обязан совершить искупительные действия, то о них Ибн Русеймин, да помилует его Аллах, сказал, это не является извиняющей причиной. Так как причина является извиняющей, если человек не знал о положении или норме какого-либо действия, не знал, что оно запретно. Что же касается о незнании последствий действия, то это не является извиняющей человека причиной. Поэтому если женатый человек, пребывающий в своем уме и достигший половой зрелости, а также знающий о том, что прелюбодеяние запрещено, совершил прелюбодеяние, то он должен быть побит камнями. Если же он скажет «я не знал, что наказанием за это является побивание камнями, и если бы я знал, то не сделал бы этого», мы скажем ему «это не извиняет тебя». И ты должен быть побит камнями, даже если ты не знал о наказании за прелюбодеяние. Поэтому когда к посланнику Аллаха, алейхиссалату ассалям, обратился человек, который совершил совокупление со своей женой в светлое время суток в месяц Рамадан, с вопросом о том, что он обязан сделать, посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, обязал его совершить искупительные действия. И это несмотря на то, что когда он совершал совокупление с женой, он не знал об искупительных действиях. Это указывает на то, что если человек осмелился совершить грех и нарушить запреты Аллаха, то его постигает наказание за этот грех. Даже в случае, если совершая грех, он не знал о последствиях этого. Фатауа, том 22, страницы 173 и 174.